всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать для вас расклад который долгое время думала делать не делать для меня он кажется достаточно сложная достаточно емкий очень индивидуальный и в контексте наверное общего расклада делать делать его сложно почему потому что большое количество людей и вообще развитие от души она достаточно индивидуальная и поэтому скорее всего данный расклад мы будем принимать просто как демоверсию да как то что есть такой расклад и если вы хотите обратиться ко мне на индивидуальную консультацию вот с таким раскладом во первых вся информация под этим видео есть до нажмите на описание моих услуг там все написано все понятно все доступно и вы сможете совершить необходимые действия чтобы записаться на склад но сегодня наверное расклад он будет больше такой показательный еще раз повторюсь да может отыграться с кем-то может не отыграться это я не знаю но нужно просто учитывать да то есть ваша ответственность заключается в том что вы понимаете и осознаете что все таки такие расклады должны быть индивидуальными но сама тематика она очень интересно данный расклад будет на одну позицию и в будущем я планирую сделать схожий аналогичный расклад на три позиции но там вам рассматривать уже наши магические способности которые мы возможно переняли в этом воплощение да то есть влияние именно магического воплощение на наши данные до воплощение сегодняшнем же в раскладе опять таки скажу что на одну позицию мы будем рассматривать просто влияние одного из ваших прошлых воплощений да не обязательно сразу предыдущие одно из воплощение которые очень ярко и сильно взаимодействует с вашим нынешним потому что не все воплощения которые у нас были в прошлом напрямую вот именно в этом на нас как-то влияет да то есть есть определенные воплощения где мы что-то не доработали сейчас мы дорабатываем то есть есть какая-то определенная связь и наверняка в вашем следующем воплощении да опять таки что то есть прошлого будете перенимать для тех кто не знает скажу что я создала на канале кнопочку спонсорства да можете подписаться стать спонсором данного канала и получать определенные бонусы об этом тоже вы можете посмотреть узнать нажав на кнопочку спонсорства вам придет информация ролик да и вы его посмотрите то есть вас это не к чему не обязывает просто посмотрите информацию а мы с вами наверное приступим работать будем на колоде темного света эпическая таро и колоде успеха чака специально будем рассматривать сценарий да который мы не проработали если вы готовы то мы приступим честно откровенно не знаю что нам покажет сегодня карты почему-то очень сильно волнительно такая знаете вот ощущение некой такой ответственности потому что расклад действительно серьезный и вот и иногда у меня такое бывает когда я понимаю ответственность того что я делаю и ну понимаю что такие расклады они не для развлечения да вот итак первый вопрос кем вы были в прошлой жизни хочется сказать каким-то мучеником знаете здесь ощущение того что если кто-то из вас уже делал регрессию либо какие-то практики по своим прошлым жизням то вы сможете узнать если сейчас то что я пишу вам будет созвучно то есть созвучно в каких-то того что вы знаете что у вас была такая прошлая жизнь то продолжайте смотреть если нету я не думаю что здесь будет какая-то информация по вот именно в данном раскладе полезное для вас здесь ощущение того что прошлой жизни вы были мужском мужском поле да ну то есть вы были мужчиной и вы были каким-то таким знаете вот как будто бы мучеником в контексте того что он очень сложно вам пришлось прошлой жизни я вижу здесь картинку молодого мальчика именно мальчика юного да либо здесь фрагмент ситуации показывает какой-то эпизод достаточно юном возрасте до когда как ребенку приходилось выживать это были трудные какие-то времена достаточно голодные вот почему-то я вижу голод я не могу определиться какой-то век возможно 12 14 до что-то там да и период этот был как-то знаете вот именно достаточно агрессивный возраст здесь может быть девять один но макс 12 лет то что мне показывают и здесь ребенок он как-то город в котором вы проживали он как-то был связан что-то там я вижу военных много которые вот именно какая-то конная артиллерия да то есть я не знаю то ли это период какой-то было во время войны то ли просто в городе было какой-то вот возможно военный полк конный не вот но однозначно я вижу здесь бедность я вижу бедность я вижу выживание этого маленького мальчика очень сложно да голодно холодно босиком ребенок ходит и дорога она какая-то каменная здесь не 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 земляная однозначно этот город это небольшой город но в котором есть каменные дороги я не знаю не могу предположить где это но однозначно это не восток и а не север что-то мне здесь идет ближе к европейским каким-то странам проживания то есть ближе где-то этот центр до центр европы и быть может чуть-чуть к северу то есть северо-запада возможно даже и и россия но что-то если россия то почему-то как-то вот ближе к питеру вот здесь вот идет вот такой период почему-то мне знаете здесь такое ощущение что почему-то была какая-то тюрьма либо было какое-то изгнание либо было какое-то заключение отстранение здесь было знак вот как-то во первых я слышу скрежет металла то есть это возможно кузнецы либо вы в семье кузнеца воспитывались до что-то здесь такое либо это было очень маленький город но это однозначно не столица чем занимались как-то это было связано с оружием либо здесь вот даже было такое ощущение что вы либо заточение либо в тюрьме были в общем деле такой образ жизни достаточно уединенный да и это было связано как-то страхом коммуникации возможно вы были немым не могли разговаривать как вариант тоже такое либо было кто-то здесь заикался возможно то есть какие-то сложности до были с проявлением до с голосом очень много страхов возможно здесь была какая-то болезнь то есть именно но я не знаю каким-то можем возможно были больным ребенком не совсем здоровым здесь очень мрачный как картинки рисуется на самом деле поэтому если вам неприятно слышать да то сразу отключайте не нужно погружаться или притягивать к себе то чего нету да то есть если нету отклика да если вы чувствуете что вас не зацепило если вы допустим не делали регрессии в прошлой жизни то это отключайтесь не нужно ну то есть я в этот раз я не за то чтобы вы смотрели просто ради праздного любопытства хочу уточнить еще чем вы занимались а вот смотрите вы занимались какими-то знаниями сакральными может быть здесь кто-то был в какой-то знаете как она называется в монашестве да какая-то вот религиозная может быть семья вас воспитывала да может быть вы были как-то вот сиротой и в монахе вас воспитывали но здесь то что связано однозначно как-то с религиями либо сакральными какими-то знаниями то есть здесь вы занимались изучением изучением чего-то такого непонятного мистического может быть даже если мы говорим о какой-то военной службе да то как вариант возможно вы хочется сказать были ищейкой да то есть работали каких-то может быть органах ну не то чтобы шпионили с плохой точки зрения а вот здесь вы знаете что-то как расследование какое-то идет а то есть что-то хотели узнать до что-то неизвестное что-то тайное то здесь несколько направлений может быть однозначно это как-то свя может быть с поиском каких-то сакральных знаний со знаниями которые может быть изучали какие-то мертвые языки неизвестны может быть здесь было вот здесь вот опять таки проходит сценарий войны я не знаю в двенадцатом тринадцатом веках какие войны шли можете запить google посмотреть но здесь вот какой-то вот период чтобы вам было понятно на какой стране вы проживали здесь европе как-то и ну вот здесь вот война да вот здесь вот проходит как-то война и здесь это будет связано с тем что может быть вы даже занимались как-то медициной да потому что лечили людей да как-то вот во время войны но здесь даже больше может быть не сама воля война в прямом смысле как может быть знаете вот такие вот заболевания которые были в тех веках то вот холера например чума и вот здесь вот такое ощущение что какая-то вот эпидемия что ли была и вот вы жили как-то вот в этот период и приходилось но вот вы видели очень много смерти очень много смерти очень много крови как-то на своем пути и это как-то было с вами связано поэтому я и говорю что возможно это было как-то медицина вы работали как-то медиком либо опять-таки какое-то повторюсь и скажу религиозное направление до монашества либо какие-то ордена и возможно до сакральные знания что-то было вот такое вот таких направлениях либо опять-таки возможно как-то кузнецом были взаимодействованы с оружием так каков был ваш статус и достижения вот статус опять-таки видите пересекается здесь я не чувствую энергию человека пожилого до чтобы допустим вот вы прожили такую полноценную жизнь как сейчас допустим до 60 70 лет нет здесь ощущение какой-то достаточно молодой энергии но вот там может быть макс 30 лет то есть я не вижу чтоб эта жизнь была там больше старше 30 и статуса вы достигли очень высокого высокого вы имели влияние вы имели давление на других людей да здесь опять-таки что-то может быть какие-то государственные органы службы были да то есть вы не были как-то вот простым служащим если это опять-таки какой-то религиозные религиозное направление то здесь вы как будто бы уже прошли какое-то первое посвящение я не могу сказать что вы стали высоком стане да а вот ну вы были не новичок я не знаю как как называются все эти чины в разных религиях до направлениях но вы не новичок то есть вы не тот который только в ходе до который только пробует подходит ему или нет однозначно здесь было явление было а вот вы были человеком который мог влиять человек который мог управлять какое-то вот лидерская передовое влияние здесь было к чему вы стремились вот вы стремились независимо от того даже если вы были каким-то чиновником опять-таки что я подразумеваю чиновником мы имеем ввиду что это не наше время да то есть это не какие-то как в наше время какие-то городские до заведения там все такое нет здесь надо понимать что чиновники в то время были больше происходит все таки знаете вот как вот полиция да в наше время а там в то время я не знаю что были какие-то вот органы и вы стремились именно знаете как-то вот к очищению своей души то есть вот эти вот ваши сакральные знания поэтому я и говорю какое-то религиозно возможно направление сакральное знание да знаете как то вот познать свою душу и вот в этом вот в этой жизни это одна из связующих звеньев мы конечно посмотрим но уже я могу сказать это связано с тем что вы сейчас занимать то есть вы как будто бы занимались и тогда вот именно познанием своей души именно глубине своих чувств как-то знаете какое-то равновесие вот гармония состоянии души вот вам важно было понять вам важно было как-то знаете проработать именно свой какой-то вот эгоизм здесь ощущение того что возможно вы обладали большой силой у вас были проверки как раз таки именно на силу и на власть да то есть вас проверяли постоянно были какие-то уроки с целью именно познания как-то вот своей души какой-то здесь чистоты не хватало да вот прослеживается не то что вы не были ваши намерения не были чистыми а скорее всего наоборот вы как-то вот ваше намерение ваша душа она была достаточно чистой но вот ее почему-то периодически как-то искушали какой-то властью до какими-то вот были какие-то ограничения и вот она как будто бы познавала себя через разрушение вот этих вот каких-то рамок и здесь как будто вы знаете может быть какие-то революционеры проходили до которые шли здесь есть возвышенные до понятия да то есть понятие развития души и понятие красоты я вот здесь вот здесь очень хорошо проходит человек владел языками может быть не одним языком то есть вы не были безграмотным человеком вы были человеком понимающий умеющий видеть красоту пускай сами возможно вы и не писали стихи но литература для вас она была важной то есть вот это вы знаете выражение творческое самовыражение вы умели выражаться вы умели управлять здесь словом то есть вот это вот ваше качество лидерское но было не случайно вы каким-то образом управляли и влияли людей через через голос на через слово и вы стремились именно вот к познанию до к выражению своей души какие трудности вы преодолевали финансовые финансовые трудности это один момент и трудности непосредственно связаны в личных ваших взаимоотношений поэтому если вы этой жизни вот эти вот два аспекта то есть финансы материальный какой-то момент и личные взаимоотношения у вас не складываются это тоже все идет оттуда то есть возможно не доработали возможно нужно как-то еще и иначе познать эту сферу поэтому сейчас я еще уточню материальном каком аспекте ну вот здесь вот отношения здесь возможно было какая-то утрата любимых людей она то есть любимый не в контексте обязательно второй половинки да это может быть какие-то близкие очень люди на с кем у вас была связь у вас были чувства то есть трудности именно личного какого-то характера как будто бы здесь нету реализации вот именно ну то есть либо не успели создать семью либо не получилось как-то создать семью но здесь я не вижу чтобы была семья здесь как-то вот вы больше были направлены знаете на именно на познание себя то есть реализация здесь картинка идет такая что возможно вашей жизни и была либо любовь вот почему-то любовь к чему-то возвышенному прекрасному да если говорить обширно либо к непосредственно к творцу если вы были божественным служителем либо любовь именно призвание к вашему делу то чем вы занимались то есть здесь есть любовь не к человеку здесь именно какой-то идеи возможно да и вывод прямо выражали вы были сконцентрированы именно на ней какой-то знаете вот идеолог да ведь верующий в то что он здесь может быть знаете еще как-то какие-то может быть научные открытия да вот что-то такое какие-то исследовательские не то есть здесь человек ищущий был до человек который хотела понять да возможно сакрально возможно что-то научно возможно где-то как-то в лабораториях до что-то находили что-то пробовали что-то исследовали и вот вы были посвящены именно этой деятельности и поэтому в личной жизни у вас не складывались отношения и это возможно вы перенесли из прошлой хорошо если кармическая связь с вашими родителями с теми которые у вас есть сейчас если у вас завязка из прошлых ваших вот из того воплощение конкретного которое я сейчас описываю с которым мы работаем если оттуда какая-то кармическая связь с родителями да да здесь выпала десятка педакли непосредственно говоря о том что до кармическая связь есть о передаче какой-то каких-то знаний информации связь непосредственно знаете вот она опять-таки каким-то образом завязана на слове на слове и либо вы являетесь отражением зеркалом для ваших родителей либо родители является зеркалом для вас здесь у вас однозначно вот передача информации из поколения в поколении она у вас идет через опять-таки голос через горло так то есть слово очень значимое очень важное весомое и вот вы как будто бы либо вы оба друг другу то есть вы и ваши родители как будто вы становитесь зеркалами отражаете здесь очень важно не входить в состояние противоборства а именно важно взаимодействовать с вашими родителями через то чтобы отразить им то чем они наполнены то есть показать и здесь вот проходит опять-таки в контексте связи прошлой вашей жизни сна с вашей настоящей жизни идет связка сейчас мысль упустила сейчас служение вот здесь вот это вот чистота вашей души которая была в прошлом что вы хотели она идет сейчас связка именно в этой жизни то ли вы каким-то образом должны служить своим родителям через понимание через принятие через любовь то ли родители вам служит но не потому что допустим они ваши родители да и так принято что ну вот есть вот это вот любовь родителям к детям нет а именно вот это вот связь познание на познание души то есть как будто бы родители вас учи дали бы вы их здесь я не могу понять здесь потому что как обоюдное да именно служению да то есть ощущение того что через служение на через то что вы как будто бы идет единение то есть вы не разлить не разделяете себя здесь завязка идет на поколение то есть прошлое настоящее и будущее и вы объединяете как будто бы являетесь связующим звеном вот в этом контексте являетесь тем человеком который перенимает какой-то опыт знания дать и передает это сну своим возможно в дальнейшем детям дали бы если сейчас они у вас есть вот вы являетесь как будто бы а связующим звеном в контексте того что в то что вы приняли этот опыт от к это вот мудрости вы эту мудрость должны передать следующему поколению но не в разделе того что вот вот это вот наши предки а вот здесь вот допустим будущее поколение а как-то знаете здесь идет какая-то концепция единения до единение души что нету разделения на 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 людей да что все вот мы едины вот вы как будто бы являетесь вот этим звеном соединить соединить возможно вы как-то и родителей своих если были ссоры и часто соединяли возможно людей штатно здесь ощущение того что как будто бы соединяем да чтобы люди не ругались чтобы не было вот этого вот разделение вот вы как будто бы несете в себе глубину понимания единства вот здесь вот как-то такая вот в этом ваша сила и именно вашей семье так там где вы родились вот это является вашим кармическим уроком а то есть вы эту суть понимаете этот смысл и да вы не сразу к этому пришли да то есть вам площадка дана была виде ваших родителей научиться этому и прийти к этому сейчас какие уроки вы должны усвоить давайте посмотрим нет я не буду смотреть на этой колоде а вот именно на чака специально мы посмотрим темные наши истории какие уроки вы должны были усвоить вот смотрите карты говорящие на вот карта которая называется сирота а я говорила как раз и что прошлом воплощение вот вы как будто бы были сиротой и поэтому вот в этой жизни возможно вам и есть два варианта развития либо вы наоборот достаточно на такой самодостаточный человек ощущение того что вам семья как будто бы не нужна то есть вы несете влияние вот это вот прошлого своего воплощения когда вы не познали что такое семья да вот и вы продолжаете в этой жизни быть такой в кавычках сиротой либо вторая ветвь развития говорящая о том что наоборот семья для вас это очень ценное очень значимое да то есть вы с трепетом подходите ко всем членам вот вам вот этого семейность общность она важно и уроки да мы спрашивали какие уроки вы должны были усвоить вот именно вот это вот связано до сиротом то что я говорила и потерянное детство вот здесь вы смотрите потерянное детство как интересно и ранее я говорила что в прошлом в том воплощение которое на вас влияет вы как будто бы рано стали ответственными да либо за себя либо как-то за свою семью но там ощущение того что вот ну я не вижу семью либо по крайней мере полноценную да в том воплощение вот как будто вы были либо сиротой либо мама очень рано умерла но ощущение того что вы сам по себе и вот этого детства того мальчика как будто бы не было и поэтому вы перенесли этот сценарий в эту жизнь если вы задумались почему у вас такое сложное детство либо вы как будто бы не наигрались да и вам вот не хватает вот этой легкости и по жизни возможно в отношениях не складывается слишком все серьезно слишком все ответственно вы подходите к отношениям до личным кроме того что в прошлой жизни не складывались и которая влияет на вас то есть это не просто предыдущая жизнь а это очень важное прошлое воплощение которое влияет на вас сейчас вот здесь вот есть два сценария вот это вот сирота до которая нам говорит что я я один по жизни да я могу опираться только сама на себя то есть вот здесь вот этот вот сценарий разделение да что меня никто не понимает обо мне никто не заботится я никому не нужен и я закрываюсь да вот это вот и потерянное детство да то есть я с раннего детства да как-то вот воспитываю возможно в этой жизни на вы воспитываете своих младших братьев все возможно к это вот ответственность но нету возможно заставляли там вот уроки учить да и очень мало времени было и поиграть вот вот ощущение что нету детства что и это на самом деле большая достаточно травма потому что выстраивание дальнейшем ваших взаимоотношений я с партнерами вам вот это вот вот эта потребность не покрыта она будет выходить и вам будет вы будете иногда совершать какие-то не совсем зрелые поступки будете удивляться почему либо наоборот вы будете искать партнера где вы сможете проигрывать вот этого детства которого вам не хватало чтобы вас применим принимали то есть как вариант можете встречать партнеров в своей жизни которая будет моложе вас чтобы как-то вот через них реализовать ну то есть достаточно незрелые чтобы как-то через них реализовать вот это вот свое детство которое вы не прожили но однозначно формат семьи я уже сейчас могу сказать для вас это один из важных уроков да то есть именно построение настоящей семьи со ощущением семейности да где есть вот этот вот уют забота где есть внимание где есть уважение да где есть вот это вот иерархия почитание это это очень важно да если вы еще не создали семью до всего своего возраста то вы к этому придете к ощущению что вам нужно если вы уже создали то по крайней мере сейчас у вас есть ощущение вот этого да вы хотите либо вы создали уже такую семью то есть если вы уже создали значит этот урок уже пройден вы молодцы если нет вы стремитесь только к этому то по крайней мере сейчас есть понимание до чего бы вы хотели иметь каких семейных отношений хорошо далее какие кармические задачи вы были призваны выполнять в прошлом воплощение какие кармические задачи смотрите кармические задачи здесь ощущение того что вы в прошлом вы были каким-то знаете хранителем хранителем опять-таки знаний да вы должны были вот не случайно я сказал что возможно вы были глухим глюк глухонем и то есть либо не могли говорить да и но при этом были очень начитанным эрудирным то есть вы могли писать по крайней мере да либо были человеком который знаете вот хранит как-то тайны возможно вас как будто бы наказали либо мучили и отрезали язык до чтобы вы не не рассказывали какие-то тайны возможно какой-то обед молчания у вас был в прошлом воплощение и в этом воплощении если вы давали по обед молчанию в этом воплощении у вас будет такое качество как желание входить в какую-то аскезу периодически да вот прям необходимо допустим это может выражаться как какой-то период отстраниться от всех людей никого не хочу видеть ну вот какое-то вот затвор не чистого это все идет вот из того прошлого воплощения хранить здесь идет хранение какой-то информации да и карта здесь пятерка книг нам говорит о том что есть какая-то идея в которую вы верили и были всегда желающие люди как-то улучшить эту вашу идею на своей пользы да то есть как-то узнаете советовали может быть критиковали это еще один показатель что в этой жизни для вас критика вы слишком ранимый чувствительность критика для вас она такая прям вот вы придаете очень много значения то есть были какие-то внешние факторы прошлого вашего воплощения да когда возможно у вас кто-то хотел лишить какой-то вашей идеи если вы занимались научными трудами да либо как там может быть здесь еще было ну вот я вижу знаете как хранитель о каких-то знаний если допустим вы были в каком-то ордене занимались мистическими занятиями либо наоборот в библиотеке хранитель где есть очень много книг вот здесь вот ощущение того что вокруг вас вот знания да в любой форме в которой есть она присутствует и вот вы как будто бы являетесь человеком который за этим всем присматривает либо если говорить научный деятель у вас была какая-то идея и вот было желание как-то у вас украсть эту идею в этой жизни возможно у вас тоже есть какая-то конкуренция когда люди хотят перенять либо ворует ваши идеи вы это замечаете есть вот эти вот все детали они у нас идут с прошлой жизни и здесь дублируется рыцарь кубков грифон да грифон кубков который нам как раз ки говорит о опознании души то есть здесь мы познаем как будто бы знаете вот вы храните какую-то информацию да и ее нужно было передавать я не знаю как это сказать может быть вы должны были ну что-то переписывать да то есть слушать какую-то информацию какие-то знания и записывать их фиксировать передавать вот ваша задача была такая да что то то во что вы верили то делать чем вы занимались которое вы любили да вот она как-то вот облагораживала вашу душу вы это делали с огромной любовью это не было каким-то обязательным для вас это было честью до делать что-то вот в этой жизни возможно знание для вас однозначно имеет огромное влияние вы по как минимум человек который любит развиваться человек которым любит что-то узнавать новое причем с огромным удовольствием когда вы что-то узнаете вы передаете другим людям то есть вы по крайней мере рассказывать вот я туда пошла сюда даже даже если это может быть какой-то художественный фильм да если вы пошли в кино и посмотрели вы с огромным удовольствием до пересказываете рассказываете какие-то моменты да то есть вы включаетесь в этот процесс вы не просто говорите фактами а вы как будто бы проживаете то здесь ощущение вот продолжение до вашего прошлого воплощения выполняли выполнили ли вы вот эти вот задачи на вашего прошлого воплощения семерка кубков вот здесь ощущение того что знаете не в полной мере вы это сделали не в полной мере возможно поэтому в этой жизни вы как-то это будете продолжать это дело мы посмотрим дальнейшие вопросы по моему там мы есть такие да нет вы как будто бы не до конца либо если даже и выполнили то вы все равно вот вам не хватает как будто бы еще попрактиковать вот еще позаниматься этим делом вот здесь ощущение того что не до конца вот что-то как будто бы помешало в последний момент и вы не до конца выполнили эту задачу вот как будто бы вот вас ранили да и жизнь как будто бы прервалась очень быстро вы не успели это сделать либо вот что-то там такое ощущение того что что-то не успели был какой-то фактор вмешался и вы не успели вы не вот а если допустим брать по десятибальной шкале вот где-то на семерку вы выполнили но это было связано вот ощущение с тем что жизнь просто прервалась вы вы не успели доделать и вот сейчас вот в этой жизни возможно вы будете доделывать это все просто не успели то что здесь ощущение того что вот как будто бы ранили хорошо что мы перенесли из прошлой вот этой жизни в нынешнюю ну во первых выборе перенесли вот эту вот вашу веру и любовь в ту идею а здесь прямо на пятерке мечей нарисованный кар тут который верил до верил свою идею но с одной стороны да вот это вот вера но с другой стороны вот а есть какой-то негативный окрас того что как будто бы одержим вот этой вот верой да то есть я любым способом невзирая на то что мне говорят другие а это у нас здесь получается что как-то из прошлого воплощения на когда на вас как-то влияли другие до чтобы как-то украсть вашу идею что-то забрать вывод прям держали возле своего сердца на никому не давали никому и не рассказывали вот здесь вот этого знаете вот это вот хранение ощущение того что вот вы держите да какие-то знания книгу возле сердца да и прямо в этой позе допустим там ну погибаете то есть я никому не ада и в этом воплощении вот вы как будто бы продолжаете да то есть мы вцепились ту же самую идея и продолжаете то есть никому не отдам то есть обстановка сменилась а вот ощущение что вы держитесь за что-то она осталась вот это вот одержимость и возможно в этой жизни что именно вы не перенесли и вот это вот то во что вы верите да то есть вам изменить вашу точку зрения очень сложно вы прям верите вот всей душой и минус этого заключается в том что вот вы не иногда не прислушиваетесь к мнению другого человека ощущение того что я знаю вот как бы так сказать вот оно идет знаете вот именно из прошлого воплощения что тогда вы знали и понимали ради чего вы делаете а сейчас как будто бы вот этих знаний нету да а следствие остались а буду как рефлекс да вот он остался что вот я узнаю идею да то во что и мне надо ее делать я еще может быть не совсем понимаю зачем но я я знаю я просто знаю что мне нужно сделать понимаете вот какой-то вот рефлекс остался вот и вот в этом уже быть иногда какая-то ловушка ваша да вот прям карты говорят о том что то что одержимость заключается в том что то что когда-то вас наполняло да вот в этой жизни то чем вы занимаетесь вы можете забываться то есть она выражать через этого ну вы как будто вы делаете с вы занимаетесь тем что вам нравится это не обязательно профессиональная сфера это вообще вот характеристика возможно вот какие-то качества же вы настолько как будто вы заигрываетесь в это что не замечаете ничего вокруг да то есть вы не замечаете свою жизнь то есть вот вы делаете какое-то дело и время проходит мимо бы это сну во многие говорят вы как будто бы очнулись а я уже вечер да то есть я утром начала что-то делать а уже вечер то есть вот это вот это вот качество она идет оттуда когда вы занимаетесь каким-то своим любимым делом вы иногда в минусе становитесь одержимы этим и пропускаете жизнь мимо себя вот это вот оттуда идет до с прошлой жизни что еще вы перенесли умение видеть красоту помните я вам говорила да умение видеть красоту я вам говорила о том что там вот литература в прошлой жизни вообще знания вот красота эстетика они очень важны для вас и вот в этой жизни вы перенесли вот это умение видеть красоту причем красоту не только мира да а именно красоту души да вот вы в каждом человеке видите что-то нечто такое красивое и вы хотите наполнить другого человека именно вот этой вот красотой то есть вы идете когда вот у вас есть навык умения в виде то что не соответствует какому-то идеалу и эстетическому такому да и вот вы видите эти фишки и у вас есть желание как-то откорректировать то есть вы очень болезненно реагируете на какой-то вот фальш как может быть в словах так и в красоте ну допустим вот вы заходите в комнату и видите картина она чуть ушла с места вот вы обязательно подойдете выпрямите прям вот вы видите что нету гармонии вы стараетесь наполнять людей то чем вы сами наполнена вы наполнены этой красоты и вот поэтому здесь ощущение того что вот у вас требования к людям такие что вы знаете вот прям моральные и эстетические да чтобы может быть детям своим вы делаете замечание почему такой неопрятный да либо возможно вас раздражает мода когда там например парни со спущенными штанами ходят прям видно допустим нижнее белье это вот как-то вот ну то есть то что в ваших глазах не эстетично она вас цепляет почему потому что вы видите вы умеете видеть гармонию вы умеете слышать красоту и вот здесь вот желание да это может быть и в минусе то есть если я такой гармоничный есть и такой моральный если я такой нравственный то вам хочется это чтобы было и у других людей а у других людей этого нету иногда это вот возникает вот это вот ощущение непонимания я не вписываюсь в общую какую-то картину потому что нет у людей вот этих вот каких-то норм которые есть у вас понимаете то есть то что умеете видеть вы вы не видеть это в других людях и вас это огорчает тоже как-то вот отстраняет но это один момент второй момент вы хотите вот исправить людей хотите исправить все что не гармонично все что не звучит как-то вот фальшиво да так на что вам нужно обратить внимание сколько времени я там говорю на что нужно обратить внимание на то что вы действительно являетесь каким-то проводником здесь выпадает иерофан в контексте того что вы прекрасно знаете что есть материальный мир да но ощущение того смысл карты иерофанта что иерофан здесь создан материальном мире как напоминание некой такой духовности да вот именно той красоте в то что я говорила вот вы как будто бы напоминаете людям что есть нечто нравственное нечто красивое то есть но не нужно все превращать в материю в какие-то низкие частоты да то есть и и чистота должна быть не случайно вы из воплощения воплощение стремитесь к чистоте своей душевной да вот намерениях вот этих чистых и ну то есть вы для этого и есть и поэтому и ваша жизнь она должна быть такая вот чистая красивая ванны нужно обратить на это внимание что вы являетесь в принципе таким человеком который напоминает другим людям о каких-то традициях возможно да а каких-то правилах может быть о чем-то таком духовно может быть передаете какие-то знания на какие-то навыки умения здесь вам нужно обратить внимание что вы по натуре своей лидер то есть что там были в прошлой жизни что в этой и вот эти вот знания вы как будто бы являетесь ну первопроходцем что ли пионером открывателем который идет по жизни прям знаете не боясь и передает вот эти вот знания о некой такой вот духовности не хочется говорить о чистоте души да то есть вы являетесь пионером вы являетесь примером вы можете вести за собой людей вот в этом направлении обратить вам на это нужно внимание какие незаконченные уроки вы перенесли в это воплощение мне кажется уже очень много рассказала про уроки но все равно давайте посмотрим какие незаконченные уроки вы перенесли в этом воплощении ну во-первых бунт на и конкуренция прекрасно бунт и конкуренция будет у нас как раз таки говорит о вот именно первопроходцы да о том что вы вы созданы как раз таки знаете вот с одной стороны наполненной энергии да и вы не боитесь быть прямолинейным вы не боитесь говорить если кто-то вам уже да если есть какая-то вот это вот какой-то фальш то есть вы достаточно подвижный человек и энергоемкий да и вам с одной стороны не страшно конкуренция то есть здесь прям сейчас да столько много информации в голове и были такое ощущение что у тебя два-три источника в голове говорят и это надо все словить и перевести достаточно быстро и просто и понятно то есть нету такой знаете спокойного такого передачи информации про энергии другие пошли вот я хочу и их сказать и выпускается мысли потому что их много во-первых здесь речь идет как раз таки о некой такой конкуренции а то что вы не доделали не то что вы должны были бороться да с кем-то за что-то а здесь вот как раз таки в контексте помните говорила понимание вашей семьи о единении то есть наоборот вы не нет не завершили этот сценарий о том что вам нужно понять что не нужно конкурировать ни с кем то есть все что вы должны получить то есть ресурсы они доступны абсолютно всем и когда вы разделяете себя то есть есть вы как личность да когда то есть включаете вот ум включаете вот эту вот индивидуальность когда происходит некое разделение и а вы теряете эту это единение гармонию которая есть внутри вас и она вызывает вот этот вот бунт сопротивления на когда вы начинаете чему-то сопротивляться и суть уроков заключается в том чтобы перевести из состояния разделения на я и другие люди и из состояния вот я борец да я сопротивляюсь мне что-то не нравится наоборот состояние единения в состоянии гармонии то есть то к чему вы идете по сути конечный как будто бы урок заключается в том что вы нашли вот этот вот баланс спокойствие внутри себя и какой-то вот здесь достаточно высоко духовный что ли урок он заключается в том что когда вы придете к единению спокойствие внутри вас для когда придете к единению как и в семье когда вы почувствуете общность то что я являюсь частью общества я являюсь чаще чего-то одни противоборство я и другие вот когда вы эту гармонию внутри себя ощутите да вот тогда вы сможете повлиять на мир своим присутствием то есть даже ничего не делая вот именно своей энергии здесь урок заключается в принципе в вашем внутреннем состоянии то есть дойти до такого уровня развития когда вы своим присутствием будете влиять на через спокойствие через понимание через единение до с природой с миром будете влиять но здесь очень высокий такой урок поэтому я сказала что прошлой жизни вы начали его развивать но вы не не дошли еще до такого уровня в этой жизни вы должны именно вот это развивает то есть не быть бунтарем наоборот противоположному прийти до какой-то некой такой гармонии что вот ваша сила не случайно я сказала что ваша сила в семье она заключалась в отражении то есть отражать людям то кем они являются не не оскорблять не унижать а именно показывать людям их самих и тогда в своем отражении через вас да они будут понимать это будет намного полезнее то есть вот этот вот ваш бунт который есть да он должен перерасти в некую внутреннюю силу а эта сила я приобретает мощь когда вы внутри себя находите гармонию то есть у гармонии спокойствие это не значит как болото а это значит наоборот очень мощная сконцентрированная очень вкусная энергия до которая сильная и вот этой силой да вы сможете влиять на других людей как эти уроки проявляются в действиях или мышление ну то есть как вы можете понять да вот эти вот в реализации каких-то своих детских идей это то что вы во первых здесь идет развитие до любого формата развития а это проявляется в том когда вы достаточно позитивный когда у вас есть энтузиазм да когда допустим вы что-то делаете и вас это наполняет не становитесь энергоемкими и вы хотите передать это другим людям вот как раз таки вот в этом состоянии у вас не будет ни не бунта не не конкуренции потому что вы как будто бы знаете вот у вас есть какая-то идея и вам нужно ее воплотить и у вас на эту идею появляется энергия появляются силы появляются ресурсы да и вы это должны что-то с этим делать не для себя как-то вот передавать в массы а передавать людям вот в это будет ваше развитие когда вы делаете выбор когда вы делаете выбор когда вы собираете какую-то информацию когда вы находите вот здесь видите опять таки мыслительные процессы идут не столько не какие-то действия сколько здесь речь идет повествование ваших энергиях до достаточно позитивных чистых открытых ваших намерений да а с другой стороны здесь идет процесс как раз таки умственный да то есть когда вы и находитесь поиски каких-то ответов на вопросы касательно бытия до касательно какого-то вот комфорта удобства я либо когда вы находитесь в выборе куда вам дальше идти куда вам дальше двигаться эти вот уроки будут всплывать как или через какие действия и поступки вам можно проработать там через семью это один момент через создание какого-то то есть в вашей жизни в вашу прошлую карму я так понимаю вот здесь вот карма у нас будет касательно вот это вот ощущение сироты уроки да вот это потерянного детства бунта конкуренции как вам это можно будет работать вот выпадает десятка педагогли опять-таки до через семью вопрос был как или через какие действия и поступки вам можно проработать там через семью это один момент через создание какого-то знаете фундамента фундамента на основе ваших знаний то на что вы будете опираться здесь вот нужна опора внутренняя скорее всего здесь опора какая-то знаете вот постоянство вот то что вам даст я говорила вот это вот спокойствие внутреннее да когда вы наполнены знаниями как по верховной жрицы и вы четко понимаете что мне не надо никуда бежать не надо создавать какую-то суету я четко знаю что придет время у меня это будет то есть вы должны прийти вот к этому пониманию что внутренним своим состоянием вы можете управлять пространством каким образом через ощущение того что внутри вас появится вот этот вот зов который вам скажет вот это нужно сделать ваша задача как будто бы слушать себя слушать себя и свои желания прислушиваться к этим состоянием и они вас будут вести вот когда вы в спокойном состоянии вы сможете услышать этот голос и вы являетесь каким-то неким таким магнитом который вот когда ваше внутреннее состояние начинает работать внутри когда есть готовность она появляется как некий зов и на этот зов начинают приходить люди обстоятельства ситуации то есть по сути вы не являетесь инициатором чего-то вы ваши ваша инициатива заключается в пассивности то есть в умение услышать этот внутренний голос поэтому здесь через семью через то что вы будете постоянно идти в какое-то новое вот для вас это важно через для через знание понимания своей силы через преодоление страхов то есть то что страшно мы делаем мы начинаем уважать себя у нас по не поднимается самооценка мы получаем удовольствие от того что мы смогли но тем самым мы идем в новое любое новое будет вызывать у вас какой-то дискомфорт не очень приятное ощущение но вот преодоление и движение вперед и она будет придавать вам еще большей силой дата который я говорила через что еще через то что вы будете победителем над самим собой над вашей ленью над вашим бездействием опять-таки не путайте состояние спокойствия на то есть покойстве есть действие а в линии действия нет увлений есть как раз таки сопротивление то есть я ленюсь почему я сопротивляюсь тому что я должен сделать мне это не нравится поэтому мне лень но стоит вам только вот найти то дело которое вам нравится у вас лень сразу проходит поэтому внутренние вот здесь вот одержать победу над какой-то в вашей ленью на то что вы не хотите делать да то есть вы не хотите это делать почему потому что возможно вам страшно возможно вас не устраивает либо вас не мотивирует то что вы хотите ну то что нужно сделать и а а спокойствие это другое это активность то есть вы находитесь в неком такое состояние готовности я в любой момент готова совершить то что мне необходимо я просто слушаю свое тело когда она даст мне команду то здесь есть энергия активности а в ленина явление нету через что еще вы можете проработать через принятие через любовь через понятие знаете через понимание своей ценности да то есть через любовь к самому себе это в первую очередь то есть понять кто вы через любовь к себе то есть как я могу действовать как я могу поступать как я выражаю себя в этот мир насколько я ценю себя насколько я могу правильно преподносить себя другим людям преподносить свои мысли у вас есть эта возможность вот через это все вы будете прорабатывать здесь выходит знание здесь выходит движение и здесь вот именно ценность но ценность не только вот как материи а именно какие-то вот ценности достаточно ну такие вот нравственные да как например семья да как например ценность каких-то чувств достаточно глубоких например как любовь как преданность вот здесь прям как отвага вот такие вот вещи вот через это все вы сможете проработать свою прошлую карму на этом мне кажется все даже не вижу сколько там по времени а не знаю насколько вам отозвался этот расклад и даже боюсь что-то спросить боюсь что-то сказать не потому что если честно я очень волновалась по этому поводу так как этот расклад все-таки на одну позицию делать на 2 это очень энергозатратно вот и но он 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 очень глубокий то здесь над каждым вопросом можно вытаскивать не одну карту несколько и и и раскапывать и раскапывать и познавать себя моя задача была показать что есть и такие форматы раскладов то есть кому будет интересно приходите на индивидуальную консультацию да вы можете прямо сказать хочу вот этот вот расклад вот или не вы его делали да я хочу его для себя до чтоб я понимала какие вопросы задавать вот я жду вашей обратной связи очень-очень прям так трепетно и волнительно и обычно знаете расклады которые нравятся мне когда я их делаю они меня наполняет как правило они не находят отклик у людей но если находит очень маленького количества потому что я не могу это объяснить я уже неоднократно это замечала то есть когда я нахожусь более нейтральной позиции да это как-то расклады идут на ура у людей а то что допустим нравится мне я вижу какую-то глубину к сожалению я не вижу тот отклик который хотела бы на такие расклады но это не значит что я сейчас напрашиваюсь на комплименты нет ни в коем случае мне просто будет интересно отозвалась ли вам не отозвалась что вы знаете о своих прошлых воплощений даже если расклад не отозвался напишите просто какие практики вы делали что вы узнали какие у вас как вам помогло вот это вот знание вашего прошлых воплощений вашей нынешней жизни на мне будет интересно просто поделитесь историями я с вами прощаюсь жмите лайки и дизлайки не забывайте нажать на колокольчик чтобы не потерять оповещение и посмотрите ролик про уже все время забываем про спонсорство нажмите на кнопочку спонсорство под этим видео и посмотрите ролик а если вам понравится это тоже для меня очень так волнительно и трепетно потому что я понимаю ответственность на то есть бонусы которые я хочу давать не в спонсорстве они не связаны с тем что вот знаете просто с целью какой-то наживы когда я в своей жизни хочу что-то сделать с целью наживы меня все время прилетают не прилетает очень неприятные бумеранги такое ощущение что вот я вот по жизни должна просто так давать информацию либо что-то вот но с другой стороны это тоже очень очень энергозатратно то что я задумала сделать для спонсорства вот и на этой неделе у нас будет пятничная акция записывайтесь пока осталось три места и вот тоже вся информация про пятничную акцию есть под в описании под этим роликом а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока